Смешная аналогия, но если вы придёте в магазин и вам хлеб не продадут, просто скажут, мы вам его не продадим без объяснения причины. Это вот тоже нарушение закона. Там водитель, 33 года, 13 лет стажа, коэффициент аварийности нормальный, там 1,17. А в основном отказы носят устный характер, письменно никто такие отказы не даёт. И что значит с точки зрения страховой непроходной клиент? На жёлтом фоне, бледно-жёлтыми чернилами были написаны некие цифры, некие буквы. Нам кажется, что вы не человек, а робот. Попробуйте завтра. Возраст слишком молод, стаж слишком маленький, коэффициент бонус малый, слишком высокий. У нас нет бланков по лесу. Физически не завезли к нам, хотя у них там лежит стопка под столом. На треть подорожали фары, крылья, двери, стёкла меньше, 26%. Где больше шансов уложиться в смету по ремонту? Не тот курс, который нам сейчас рисует Центробанк, а вот на сколько примерно подорожал доллар, практически на 30%. Мы-то в ожидании жили, что её поднимут максимальные выплаты до миллиона, обещали? Обещали до миллиона. Получается, давай вот сюда поставим не оригинал, сюда не оригинал. Вроде получается. То есть иногда человеку даёт право выбора. Это так называемый пресловутый вот этот параллельный импорт, который у нас сейчас будет осваиваться. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Полищук. Выпуск мы сегодня назвали «Новая просага». Будем разбираться в деталях. Разбираться в этой теме будем мы сегодня с нашим гостем, с Андреем Андриановым, автомобильным юристом. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы сегодня с нами. Давайте телезрителей тоже к разговору пригласим. Тема у нас сегодня автомобильная про ОСАГО. Всё, что связано с ценами, запчастями, сроками ремонта, все новшества, которые вокруг ОСАГО за последнее время сколотились в связи, в том числе и с геополитической ситуацией, и с курсом рубля, и с новыми законами. Звоните по номерам прямого эфира, которые вы видите на экране, они периодически будут появляться. Номер телефона для казанцев 511-99-66 и бесплатный номер для регионов 8800-532-55. Свои вопросы задавайте нашему автоюристу, нашему гостю. Мы постараемся на них ответить. Кроме того, традиционно до начала эфира запускали мы опрос в нашей группе ВКонтакте. Спрашиваем вас, уважаемые телезрители. А вот вы бы стали покупать автозапчасти на маркетплейсах в интернет-магазинах? Там есть варианты ответов интересные, любопытные. Можно свой смартфон навести в уголочек экрана, где будет QR-код появляться, принять участие в нашем голосовании. Чуть попозже в выпуске мы его итоги подведем, прокомментируем и скажем, собственно, что это за новость такая. С чего такой вопрос родился? Андрей, это весной. Водители снова стали жаловаться на то, что у них проблемы с покупкой, с получением полиса ОСАГО. Страховые им отказывают. Причин четко, честно не называют. Но вот, например, наши коллеги с одного из сайтов челябинских журналистов провели свое расследование. Они попытались онлайн, заполнив все необходимые формы, документы, оформить полис ОСАГО. По стандартным совершенно настройкам. Там водитель, 33 года, 13 лет стажа, коэффициент аварийности нормальный, 1,17. И получили отказ. Во-первых, официальный отказ. А неофициально им сказали, что клиент, как выяснилось, может быть на языке страховщиков непроходным. То есть тот, с кого прибыли не будет. И такому отказывают. Законно ли это? И что значит с точки зрения страховой непроходной клиент? Смотрите, это абсолютно незаконно, потому что это общественное отношение, это общественная оферта. То есть публичная оферта должны, если человек обращается в страховую компанию, страховая компания должна им оформить полис ОСАГО. То есть смешная аналогия, но если вы придете в магазин и вам хлеб не продадут, просто скажут, мы вам его не продадим без объяснения причин. Это вот тоже нарушение закона. То есть чем это связано? Ну вот у страховых компаний, в их, скажем так, портфеле доходности, ОСАГО – это очень небольшой сектор. Он для них не критичен. Поэтому эти риски они тоже еще и минимизируют, то есть отказывают людям по каким-то надуманным причинам. А в основном отказы носят устный характер. Письменно никто такие отказы не дает. Почему? Это чревато? Да, это чревато. Для страховой. Да, это сразу пишется жалоба в Банк России, страховая компания штрафуется, по-моему, штраф 50 тысяч, и как бы человек идет, уже штрафуется нормально. Так, а можно тогда, на опережение вопрос задам, а можно тогда, приходя в страховую, сразу просить в письменном виде мне объяснить, ну, ответ прислать? Да. Если я предполагаю, что мне откажут, например, почему могут отказать? Возраст слишком молод, стаж слишком маленький, коэффициент бонус малый, слишком высокий. Например, я же подозреваю, что мне, скорее всего, откажут, и мне, допустим, в трех местах уже отказали. Я могу прийти и сразу попросить письменное объяснение? Вы можете сделать по-иному, вы можете за месяц до окончания вашего предыдущего полиса ОСАГО собрать все документы и отправить их в Почту России с заявлением о том, что вы хотите заключить с ними договор ОСАГО. Я не должен вам письменно ответить, либо пригласить вас в офис для заключения договора, либо выдать какой-то ответ. Ну, я больше чем уверен, что такого ответа не будет. Никто так подставляться письменно не будет. Под каким еще предлогом могут отказать? Что сегодня в нынешних реалиях такого нового возникло, что, например, страховой может, потенциальный клиент не понравится? Раньше самым таким ходовым предлогом до введения электронного ОСАГО было отсутствие полиса. То есть у нас нет бланков полисов. Физически не завезли к нам, хотя у них там лежит стопка под столом. Но клиенту они говорят, что мы с вами не можем заключить договор ОСАГО, так как у нас нет полиса. Такие случаи у меня на практике были. Сейчас же, значит, когда можно по интернету внести в анкету все данные, можно получить полис электронный, вам на почту присылается, вы его распечатаете и возите с собой. Каких-то законных оснований в принципе нет. Когда только начиналась эта электронная ОСАГО, некоторые компании, скажем так, шли на такую хитрость, то есть чтобы там подтвердить, в конце выходила копча. То есть надо было вводить цифры и буквы. На желтом фоне, бледно-желтыми чернилами были написаны некие цифры, некие буквы, которые даже человек со 100% зрением не мог разглядеть. Соответственно, он пытался один раз вести, второй раз вести. И потом программная говорила, нам кажется, что вы не человек, а робот, попробуйте завтра. То есть вот были такие вот хитрости, но они недолго продержались. То есть эти компании тоже штрафовались, там тот же Банк России вмешивался в дело. Но сейчас вот каких-то законных оснований отказать человеку я не вижу. Я слышала такую историю, что, например, страховщик предполагает же, что, во-первых, скажем, сумма максимальной выплаты по ОСАГО 400. Сейчас 400 тысяч. Вы сказали, потому что в прошлый раз, когда мы встречались, мы-то в ожидании жили, что ее поднимут, максимальные выплаты, до миллиона, обещали? Обещали до миллиона. Осталось 400. Понятно, что ни в какие 400 тысяч средненькая авария, наверное, сейчас уже по смете, наверное, не уложится, исходя из тех сумм, которые мы платим, когда оформляем полис ОСАГО. Что вот якобы потенциально, если, опять-таки, вот коэффициент, бонус-малус, если видишь, что высокий, понятно, что это опасный клиент, он, скорее всего, в аварии за год попадет, значит, ему выплатить придется больше, чем он заплатил. Сколько сейчас в среднем стоит страховка? В среднем где-то 10-12 тысяч. 10-12? Это очень среднее. А получится у 400 минимум? Да, у таксистов она где-то там в районе 30 тысяч доходит, вот у меня она меньше 6 тысяч. То есть, если взять, в среднем 10-12, ну, может 15 тысяч. Вот в случае, если клиент такой, потенциально аварийный и от которого жди ущерба, могут страховые потребовать некое ДОП-соглашение подписать, чтобы в случае, если этих денег не хватит на ремонт, пострадавшей стороне, что все претензии лично к виновнику будут обращаться? Или это сейчас уже так и работает? Нет, знаете, потребовать они могут, конечно, что угодно, но законам это не предусмотрено, и человек может отказаться. К полюсу ОСАГО никакие дополнительные соглашения, бумаги, договоренности? Нет, не предлагаются. Хорошая новость, это хорошо, хотя бы мы это знаем. Что сейчас с выплатами? 400 тысяч максималка так и осталось, до миллиона ее не подняли. А что предлагают страховщики на эту сумму? Они сейчас говорят, забирайте деньги? Или ремонт, как раньше? Раньше всех на ремонт отправляли? Немножко маленький исторический экскурс. То есть, лет пять назад одна из формы возмещения, форма возмещения была одна, то есть выплаты деньгами. Когда люди стали массово обращаться в суды, когда стали нанимать юристов, страховые компании провели целую пиар-компанию, где нас начали называть черными автоюристами, в законе ОСАГО туда ввели еще одну форму, это натуральное возмещение, то есть это ремонт. Очень интересно было, когда была эта компания за введение ремонта, страховые компании за это родили, чтобы покончить с таким явлением, как тогда оно называлось, потребительский экстремизм. То есть, страховые не выплачивают деньги, нарушают сроки, занижают суммы, а экстремистами объявляют нас, потребителей. Ну, то есть, смотрите, не перепутайте, как пишут в интернете. Сейчас же, в связи с тем, что запчасти весомо так подорожали, от ремонта практически все страховые компании отказываются. Всяческими способами. То есть, они либо разрывают договора с сервисами, когда человек приходит, говорит, я хочу на ремонт, они говорят, а у нас нет. Вот вчера было, а сегодня нет. Либо пытаются сделать так, чтобы сервис сам отказал им. Считают такую сумму, что сервис за эти деньги, он не может восстановить автомобиль. Опять же, 400 тысяч – это очень маленькая сумма. Вспомните, в 2014 году, когда страховая сумма поднялась со 120 тысяч, сразу на 400. То есть, тут некие аналогии, были практически такие же события с участием тех же стран. Тогда доллар с 28 скакнул до 56. И, соответственно, в закон Аббасага с 1 октября там были внесены поправки, что страховая сумма, она с 120 тысяч поднимается до 400 тысяч. Вот сейчас у нас примерно такая же ситуация. И я думаю, что на данный момент на 400 тысяч – это нереально подчинить более-менее серьезную ущербу. Сейчас что выгоднее? Если остался выбор, если право выбора все-таки осталось, если я могу выбирать между ремонтом на натуральной форме и деньгами, лучше что выбирать? Где больше шансов уложить в смету по ремонту? Вы знаете, если страховая компания все-таки направляет вас на ремонт, лучше все-таки съездить, попробовать. Вдруг случится чудо, и вам отремонтируют автомобиль. Вы мне говорили, что другого характера чудеса происходят сейчас на СТО во время ремонта автомобиля. Там же были сроки? Да. Там были и есть сроки, да? Да, там были 30 дней. 30 дней с момента, как я заехала на СТО. С момента, как вы свой автомобиль загнали на СТО. Значит, страховые компании совместно с станцией техобслуживания применяют следующую хитрость. То есть человек приезжает туда по направлению, они его автомобиль осматривают и говорят, вот сейчас на основании этого осмотра мы составим калькуляцию, мы закажем детали, и, соответственно, как только все детали придут, мы вас пригласим на ремонт, и когда вы приедете в следующий раз, вот с того момента пойдут 30 дней. Это абсолютно неправильно. То есть собственник может в первый день оставить им машину, соответственно, и с этого момента должны идти 30 дней. Про заказы, про какие-то там выстраивания новых логистических цепочек в законе Аббасага ничего не сказано. Ну, страховщик, СТОшки тоже можно понять? У них нет просто в наличии этих запчастей, или что? Или они обязаны держать большой склад запчастей на все случаи жизни? Ну, они не обязаны, их никто не обязывает, но вот закон Аббасага написан следующим образом. То есть закон Суров, но это закон написан, 30 рабочих дней ремонт. То есть вот сдаю я им машину, все. Как вы там будете это делать? Меня это не волнует. Понятно. В законе пока так, пока изменений нет. Про запчасти мы сказали, про подражание запчастей. А давайте, чтобы не быть голословными, прямо обратимся к информации от чего, от кого, от коммерсанта. Информация от коммерсанта о том, что в среднем по России этой весной запчасти подорожали на 30%, подчеркиваем, в среднем, потому что на некоторые марки там рост прям существенно больше. Вот на наш Форд любимый, например, 83%. Рост цен на автозапчасти. 40% прибавили Мерседес, БМВ, Ауди, Рено и Шкода по 30% с хвостиком. Самая скромная прибавка у Лады, 27%, оно и понятно. Как прокомментируем? Вот такой рост цен. Сумма максимально осталась 400 при этом. Рост цен примерно... Шансы отремонтироваться качественно. Рост цен примерно отражает... Настолько же урезаются? Это они отражают реальный курс доллара, примерно. То есть подъем курса доллара с февраля месяца. Не тот курс, который нам сейчас рисует Центробанк, а вот насколько примерно подорожал доллар. То есть практически на 30%. Центробанк нам рисует вот сегодня, в течение дня, например, на московской бирже валютной торговался 61-62 рубля примерно доллар. И при этом давайте на другую табличку посмотрим. Здесь опять-таки рост цен на запчасти, только уже детали конкретно, разные детали. Вот бампер передний, бампер задний прибавили по 34-32%. Тоже на треть подорожали фары, крылья, двери. Стекла меньше, 26%. Отчего вот такой разброс? Почему бампер больше, стекла меньше? Опять же, это зависит от доставки, скажем так. Стекла несколько заводов локализованы у нас в стране. То есть стекла менее подвержены увеличению изологистики. Это не потому, что бамперы чаще мнут? Я думаю, прямой зависимости нет. А вот меня еще очень интересует, вот такая новость опять-таки. О том, что теперь маркетплейсы, наши большие крупные площадки электронные, где размещают свои товары, предлагают свои услуги электронные магазины, интернет-магазины, обещали уже прямо в ближайшее время расширить, существенно расширить ассортимент запчастей у себя на своих площадках. И вот чтобы мы могли спокойненько в интернете, как заказываем одежду и что там, гаджеты, так же прекрасно могли бы заказывать мы запчасти на этих сайтах. А у меня вопрос вот в чем заключается. Вот при таком курсе прекрасном, 61-62 рубля за доллар, при крепком, относительно крепком рубле, детали же должны стоить копейки. Это же прекрасно, мы же, или нет? На самом деле на каждой площадке есть свой курс доллара. И надо смотреть, сколько он там торгуется. То есть не торгуется, а сколько он там выставлен. То есть я расплачиваюсь с картой рублями, в рублях. Да, но эта площадка... А эта площадка конвертирует по своему внешнему курсу. То есть она, наверное, сначала конвертирует, сколько вам надо рублей, чтобы купить эту запчасть. Это так называемый пресловутый параллельный импорт, который у нас сейчас будет осваиваться. Вы в нем видите больше плюсов или минусов? Я в нем вижу, ну, это необходимость. То есть иначе никак. Потому что в промышленных масштабах он работать не будет, я вам сразу скажу. То есть какой-нибудь завод на какой-нибудь площадке, он ее не сможет закупить. Через какую-нибудь страну вывезти, это тоже невозможно. Потому что, скажем так, объемы, которые необходимы, допустим, для производства чего-то, это очень большие объемы. И производитель, он сразу увидит, что как-то кто-то пытается завозить детали в обход. Допустим, какая-нибудь дружественная нам эритрия, которая закупала в год там 10 коробок передач Рено. В следующий год их покупает там 15 тысяч. Производитель этих коробок задумается, что же случилось такое в эритрии, как там увеличился такой в парк. И будет отслеживать судьбу этих коробок через куда они потом идут, не наложит ли на эту организацию, которая их производит, какие-то санкции. То есть она будет это жестко контролировать. Этот поток должен быть разбит на миллион ручейков, которые трудно контролировать. Это тот случай, когда все яйца в одной корзине мы не держим, да? Лучше много мелких ручейков, чем один большой поток, который в любой момент могут перекрыть. Но вот сборочное производство, допустим, автоваза, оно не сможет организовать этот импорт. То есть как сейчас завод стоит у нас, он так будет еще довольно длительное время стоять, потому что не хватает комплектующих. Давайте подведем итоги голосования, о котором в начале выпуска мы заявляли, потому что оно тоже как раз касается вот этих самых маркетплейсов. Мы спрашивали вас, уважаемые телезрители, а вот вы будете покупать запчасти на маркетплейсах? Посмотрите, какие интересные результаты мы получили. 23% неполных ответили, да, конечно, это удобно. Каждый четвертый 26% ответили, попробую, осторожно, сказали они. И большинство, 51%, сказали, нет, в этом очень сложно разобраться. А в чем сложность? Есть какой-то подвох в заказе запчастей на иномарке через маркетплейс? Что нужно будет знать? В чем нужно будет не ошибиться, особенно если делаешь это первый раз? Марка, год, вин, что еще нужно знать? Ну, там каталожный номер в основном нужен. Мне кажется, что те, кто ответили, что в этом сложно разобраться, это все-таки возрастная категория, кого опрашивали. Нашему человеку же нужно прийти в магазин, потрогать эту запчасть, посмотреть, то есть как-то что-то в руках подержать. Как-то все-таки наш физический контакт с запчастью, он более ценен, чем безликий заказ у агрегатора какого-то там. Я думаю, в этом проблема. Хотя вполне возможно, да, будет какой-то ассортимент, все будет опять же упираться в цену. В таком случае могут, как вы думаете, смогут маркетплейсы гарантировать сроки поставки? Ну, они же там пишут, ваш товар будет на складе, там, скажем, через две недели. Вот где гарантируется через две недели? Если это параллельный импорт, непонятно, какими путями идет. Абсолютно не факт. Какими кузьми тропами добирается? Абсолютно не факт. Значит, эти маркетплейсы, они не знают, что будет через две недели. То есть какие-то там, скажем так, то ли станции будут везены, то ли какие-то действительно логистические цепочки пострадают. Через что они будут везти, как с Китая, не с Китая, через какие будут летать самолеты. Это горизонт планирования очень большой. Но будут брать с запасом. То есть, если где раньше они писали, будет через две недели, будут писать через четыре недели. К этому надо быть готовым. Новшество с неоригинальными запчастями, которые теперь будут по закону использовать, рассчитывая конечную сумму ремонта по ОСАГО. Благо, на ваш взгляд, неоригинальные запчасти? Неоригинальные запчасти, не было прямого запрета на их установку. То есть в законе об ОСАГО было написано, что устанавливаются новые запчасти. Оригинал, неоригинал там не указывалось. Если там пропишут, что можно устанавливать неоригинальные запчасти, абсолютно ничего не поменяется. То есть они уже и сейчас устанавливаются. И учитывая то, что стоимость оригинальных запчастей иногда в разы превышает, неоригинал, а сумма для ремонта конечна, иногда на 100 приглашают водителя, пострадавшего машины, и говорят ему, вот давай мы с тобой сейчас будем считать вместе. Вот у нас есть смета, страховая дала, допустим, 100 тысяч. Давай мы соберем из этой сметы все, что можно. То есть давай поставим сюда оригинал, а сюда неоригинал. Ага, не получается. Давай вот сюда поставим неоригинал, сюда неоригинал. Вроде получается. То есть иногда человеку дают право выбора. Мы тебе ставим самые, скажем так, не сказать, чтобы некачественные, самые низкие по цене запчасти, и тогда ты влезаешь в эту смету, и тогда мы тебя ремонтируем. Если человек говорит, что мне нужно поставить все немецкое или все японское, они ему говорят, хорошо, доплачивай определенную сумму, мы тебе все отремонтируем. Понятненько. Напоследок, полминутки до конца эфира остается, хочется спросить. Вот опять-таки ссылаюсь на коммерсант, на его статью в интернете о том, что запчастей якобы сейчас на складах, кузовных запчастей осталось примерно в масштабе страны на запасы на 2-4 месяца. С расходниками, жидкостями разными там получше ситуация, но вот запчастей на 2-4 месяца. А может быть сейчас стоит закупиться? Ну, смотрите, по расходникам, я бы сказал, что есть такой вариант, что они вам понадобятся закупаться какими-то кузовными деталями, я считаю, что это вообще нелогично, то есть вы можете проездить 10 лет, не попасть в аварию, зато у вас в гараже будут стоять новые двери от вашего автомобиля, которые вы, может, уже к этому моменту уже продадите давно. А расходники, да, они вам понадобятся, то есть если вы проходите ТО, вы можете с этими расходниками своим приезжать, и когда уже у даже официала они закончатся, вы, скажем так, будете на коне. Плюсит. Спасибо огромное, Андрей, как всегда, за полезные советы, за интересный рассказ. Приходите к нам еще. До свидания. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня говорили обо всех новшествах, связанных с САСАГО. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24». Не пропускайте интересные выпуски. Жмите колокольчик. Татарстан-24» Будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok